Потому что все, что бы женщина не сделала, это все хорошо, потому что она лучшая половина человечества. Она, допустим, заплакала, это хорошо, а он орет, это плохо. Хотя это одно и то же. Вот что ты плачешь, что он орет, это одно и то же. Но когда женщина обижается, это хорошо, а когда мужчина обижается, это плохо. Почему? Потому что мужчина – это худшая половина человечества, а женщина – лучшая. Но есть разумные женщины, а есть глупые. Разумные женщины, которые понимают, что не все так просто. Если я так буду думать, то я тогда останусь одна. Так же хочется женщине думать, но если я так всегда буду думать, я останусь одна. Поэтому надо думать как-то поглубже. Понимать, что мужчины тоже хорошие, просто Бог так сделал, чтобы женщины были защищены. Поэтому всегда, когда наступает конфликт, все принимают чью сторону женщины. Потому что она такая беззащитная, такая хорошая. Ну как с ней он мог вообще поругаться? Ну как вообще? Но если бы они за медленную съемку увидели, что там было, тогда они бы подумали, чью сторону занимать сейчас. Итак, кто лучше, женщины или мужчины? Одинаковые. Запомнили? Что вы всегда мне доказываете на лекции женщины, что вы лучше. Два сапога пара, все одинаковые. Просто есть женские недостатки, есть мужские. Мужские более ярко в глаза бросаются, женские очень слабо. Ну, например, мужчина пьет, это же капец вообще, дегр, дегр. Вот. А какой недостаток у женщины является таким же, как мужской пьет? Вообще, даже не заметишь. Это депрессия. Вот женщина в депресснике находится, значит, мужчина будет пьяницей. Все. Уже депрессняк женский, это вообще святость. Практически святость. А оказывается, то же самое, это такой же грех, как мужчина пьет женщину в депресснике. Так мужчина и пить начинает, потому что его жена в депресснике. Она просто как дерево. Он пытается и так с ней всяко в депресснике. Ну, хорошо, он не выдерживает, начинает пить, потому что не хватает счастья в жизни. Все. Поэтому первое правило в отношениях — это понимание, глубокое понимание того, что происходит. Это очень важно знать. Первое, что важно знать, что отношения всегда, всегда близкие, очень болезненные. Почему? Потому что сильное ожидание, плюс сильная чувствительность, потому что ты же хочешь каких-то очень сокровенных вещей от человека. И он от тебя тоже хочет сокровенных вещей. Когда женщина выходит из равновесия, она ранит мужчину своими эмоциями. Так устроен этот мир, что мужчина, он чего не может терпеть в жизни? Женских эмоций. Понимаете, он может грубость мужскую терпеть, допустим. Мужчина скажет, ты чё? Он когда ничего. Вот. Нормально, спокойно. Но если женщина выскажет, он не может терпеть мужчину, потому что у него в психике нет защиты от женских эмоций. Он должен сам защищать женщину от опасности. Если она крикнет, допустим, защищаясь от кого-то, мужчина побежит там и отдаст свою жизнь за неё. Но если она крикнет на него, то этот же крик, который вызывал у него желание защитить свою жену, вызывает у него жуткие изменения в сердце. То есть он в шоке просто. Ему плохо становится. Он не знает, что с собой делать. Вот. Точно так же мужчина, когда, допустим, у женщины нет защиты от строгости мужской. Вот я говорю не грубости, а строгости тоже. Я говорю не женских каких-то там воплей, а просто эмоций. Ну, то есть мужчин нет защиты от женских эмоций, просто обычных эмоций. Вот, допустим, женщина говорит, ты знаешь, я тебе бы сказала. Вот она эмоционально говорит. Если она женщине говорит, я бы тебе сказала. Она говорит, да-да, я тебя слушаю. Другая женщина, допустим, говорит.